МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Памятник Ильичу выставят на аукцион. 39 человек погибли этой ночью в Турции. В ночной клуб в Стамбуле ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь по многочисленным посетителям. Около 70 человек сейчас находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести. Подробности жестокого нападения в нашем сюжете далее. Празднование Нового года в Стамбуле обернулось трагедией. Популярный среди иностранцев клуб Рейна ворвался вооруженный автоматом Калашникова мужчина и открыл беспорядочную стрельбу. В это время в заведении находились более 500 человек. Меня ранили в ногу. Какие-то ненормальные ворвались и стали стрелять. Не знаю, сколько их было. Я видел только одного, потом спрятался. Перед тем, как ворваться в клуб, террорист убил полицейского и прохожего. Уже первые выстрелы спровоцировали панику среди посетителей. Турецкие СМИ сообщают, люди в ужасе выпрыгивали из окон клуба прямо в Босфор. Многие до сих пор в шоковом состоянии. Не могут описать события вечера. Одни заявляют, что на злоумышленнике был костюм Санты. Другие не могут даже сказать, был ли террорист один. Мужчина вошел, расстрелял всех и ушел. Я не видел, был ли он в костюме Санты. Когда он появился, я был в клубе. Услышал автоматную очередь и убежал. Мы все сейчас на нервах. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за эту атаку. Нападающему удалось скрыться. Но он бросил оружие там же, в клубе. 69 человек находятся сейчас в больнице. Четверо из них в очень тяжелом состоянии, один в критическом. Охота на террориста продолжается. Полиция работает. Надеемся, мы его скоро поймаем. Личности всех погибших пока не установлены. Но известно, что как минимум 16 иностранцы. Большинство из Ближнего Востока. Впрочем, среди погибших есть и турки. Один из них, Фатих Сакмак, по сообщению местных СМИ, выжил во время теракта 10 декабря, после взрыва возле стадиона футбольного клуба «Бешекташ». Тела нескольких жертв стрельбы в клубе уже предали земле. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган назвал нападение попыткой дестабилизировать ситуацию в стране. Свои соболезнования Турции выразили ряд мировых лидеров. Стамбульский теракт упомянул в своей речи и Папа Римский. К сожалению, насилие имело место даже в такую исполненную добра и надежды ночь. Соболезную турецкому народу и молюсь за жертв и раненых. Я прошу Всевышнего поддержать людей, которые борются с чумой терроризма. Такие действия порождают страх и чувство потери. Меры безопасности в очередной раз усилены. Ключевые точки охраняют вооруженные полицейские. Хотя, нужно отметить, это не приносит ощутимых результатов. Накануне полицейских Стамбула уже перевели на усиленный режим службы после поступления данных американской разведки о готовящемся теракте. Но это не помогло не предотвратить атаку, не оперативно разыскать преступника. Людмила Понасюк, подробности, телеканал Интер. В связи с трагедией в Стамбуле президент Украины выразил соболезнования турецкому народу. В обращении, обнародованном на сайте президента Говорица, в Украине шокированы известием об ужасном теракте, совершенном в новогоднюю ночь в Стамбуле. И скорбят вместе с теми, кто потерял родных и близких. Украинцев среди погибших и пострадавших в теракте в Стамбуле нет. Во всяком случае, среди тех, кого уже идентифицировали. Об этом сообщили в украинском МИДе. Неопознанной личности еще четверых человек. Некоторые СМИ сообщат, что украинцы на момент теракта в клубе были, но не пострадали. И вот, что нам рассказали дипломаты. Украинские консули взаимодействуют, співпрацюють с отделками полиции Стамбула. З'ясовують, что нет среди пострадавших, которые еще не идентифицированы, граждан Украины. Нам известно, что группа украинских туристов перебывала неподалеку. Они были расширены в готеле. Они, возможно, были очевидцами или свидетелями, что это произошло. С ними, конечно, речь есть контакт, но, благодаря Богу, они не пострадали. И еще одна новогодняя трагедия. В бразильском городе Кампино вооруженный мужчина ворвался на вечеринку и застрелил по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Reuters. Предположительно, среди погибших жена и 8-летний сын преступника. Несколько человек получили ранение. Сам нападавший покончил с собой. Как предполагают в полиции, мотивом преступления стал развод с женой. В итальянской Флоренции утром 1 января прогремел взрыв напротив книжного магазина. Сообщают, что бомба была с таймером и находилась в пакете. Полицейский, который пытался обезвредить взрывчатку, получил серьезные ранения. Книжный магазин принадлежит лидеру неофашистской группировки Casa Pound, Джан-Луке Яноне. В прошлом году на магазин уже дважды совершали нападение. Напряженная новогодняя ночь выдалась и в немецком Кёльне. Там задержали почти полторы тысячи человек. Чем вызваны такие действия местной полиции, выяснила Светлана Чернецкая. В Европе к празднованию Нового года власти отнеслись более чем серьезно. Усиленные патрули полиции, дополнительные проверки и ограничения движения транспорта. В немецком Кёльне к обеспечению правопорядка подошлись с особой ответственностью. Ведь в прошлом году полиция оказалась беспомощной. Тогда, в ночь на 1 января, в городе зафиксировали около тысячи случаев нападения мигрантов на женщин. 24 изнасилования, десятки ограблений. Поэтому местные власти максимально мобилизовались, чтобы не допустить ничего подобного в этом году. Площадь у главного вокзала оградили. Там работают видеокамеры высокого разрешения. Они позволяют управлению полиции следить за ситуацией в режиме реального времени. Дополнительно задействовали полторы тысячи блюстителей порядка. Я чувствую себя в полной безопасности. Полиция здесь повсюду. Мы все прошли контроль, так что бояться нечего. Все желающие пройти на площадь должны были показать документы. Тех, кто не смог подтвердить свою личность, проверяли более тщательно вплоть до задержания. В результате около тысячи человек арабской внешности оказались за решеткой. Еще 300 сняли с поезда. Их личности тоже не удалось установить. Всех задержанных полиция допрашивает и не спешит отпускать, пока не убедится, что эти люди не представляют опасности. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Борисполе задержали гражданина России из списка Интерпола. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы. Сообщение отмечают 35-летний гражданин Российской Федерации. С мая 2015 года разыскивается как причастный к террористическим группировкам. Его передали нацполиции. Больше никаких деталей о задержанном пограничнике не разглашают. На Новый год в зоне Атония утихали обстрелы. Всего было около полусотни по всей линии разграничения. Но бойцы все же смогли собраться на праздничный ужин. Продолжит Геннадий Левденко. Где мороз? Где мороз? Сначала все напряжены и зажаты, но потом бойцы понемногу оттаивают. В одном из укрепрайонов вблизи Авдеевки, в защищенном бетонном здании, в сотнях метров от противника, на полчаса собрали тех, кто сегодня свободен от несения службы. Час до Нового года. На столе праздничный ужин и сладкие напитки. Радость запахом хвои должна прийти и к ним. Дед Мороз пришел до вас в гости, елочку засветить. Хлопчик Бахмат, расскажи для дедушки Мороза стишкам, мы тебе подарочком ручку. Командир подразделения, защищающего фланг украинской обороны в районе Авдеевки, имеет безусловный авторитет среди бойцов. Трехлетний боевой опыт от Мариуполя до Донецка. Он командует на одном из самых опасных направлений. Сейчас на табуретке, как в детстве, декламирует на зло врагам Александра Пушкина. И заслужил подарок под елочку. Я вас не любил, любовь еще быть может, душе моей угасло не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, не стану печалить вас ничем. Уривок, письма. Потом в подарок термокружка от волонтеров, после все остальные. В роли Снегурочки, пресс-офицер бригады, специально надела платье к празднику, впервые за долгое время, вместо формы. В роли Деда Мороза, командир зенитного подразделения. Не сказать, что очень легко, но народ очень стойко себя ведет, очень стойко себя, как говорится, показывает. Конечно, они заслужили, вы видите, у каждого есть на душе какая-то тяжесть, у каждого есть на душе какая-то... Спасибо добрым людям, которые нам привезли теплые вещи. Это нам очень помогло стоять сейчас на данном месте для поступки. Кто-то приходит на 20 минут и снова на боевое дежурство. Времени тот же праздник. Боевики начинают стрельбу по позициям. Добрый, зайчик. Давай наберу там уже новый рик, уже поздравлю, позвоню. Добрый. К полуночи оставшиеся собираются в убежище. Традиционно послушать президента страны. Все искренне, не по команде, стали петь гимн. Их подразделение особо отличилось в боях за Донецкий аэропорт, Мариуполь, Волноваху и так далее. Здесь воины знают цену словам этой песни. Сразу же поздравляют побратима. Ему сегодня 19. Те, кто на дежурстве рядом, на передовой, следят за противником. Надеюсь, мы этот новый год действительно последний раз, и точнее в нашем случае, как говорится, крайний раз встречаем в окопах. В следующий раз уже будем встречать, наверное, вместе с вами наши дорогие. Мира над небом и до встречи, как говорится, на большой земле. Перестрелка длилась до часу ночи. Геннадий Вивденко, Иван Матриченко, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Сделать 2017 год годом мира призвал новый генеральный секретарь ООН Антонио Гютериш. Сегодня он официально сменил на должности пан Гимуна. В своем первом вращении к международному сообществу Гютериш призвал поставить достижение мира на первое место в новом году. Он также пообещал прилагать максимум усилий, чтобы решить проблемы людей, которые стали жертвами войн и вооруженных конфликтов. 67-летний португалец Антонио Гютериш будет занимать должность генсека ООН до 31 декабря 2021 года. Раньше он был премьер-министром Португалии, а в ООН занимал должность верховного комиссара по делам беженцев. После Германии ОБСЕ возглавила Австрия. Вена ставит перед собой амбициозные цели – деэскалацию конфликтов и борьбу с радикализацией. В Совете Европы с 1 января председательствует Мальта. Среди приоритетов – возвращение доверия к ЕС, вопросы миграции, безопасности и экономики. Начало председательства Мальты поприветствовал президент Петр Порошенко. Он отметил, что для Украины важнейшими остаются вопросы без визы и соглашения об ассоциации с ЕС. Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны нардепа от Народного фронта Сергей Пашинский снова оказался в центре скандала. Вчера под Киевом он выстрелил из пистолета и ранил безоружного человека. Об инциденте первым поспешил сообщить сам нардеп на своей странице в Фейсбуке. По версии Пашинского, вчера вечером они вместе с женой ехали по неосвещенной дороге и едва не врезались в автомобиль с выключенными габаритами. Пашинский уверяет, что остановился только, чтобы поговорить с людьми из этой машины, но, дескать, один из них был пьян и начал угрожать. По словам Пашинского, он сделал предупредительный выстрел из своего пистолета, но собеседник ударил его бутылкой по голове. Пашинский упал и якобы уже лежа выстрелил второй раз. В результате ранил человека в ногу. Во властной полиции нам сообщили, раненый 38-летний житель Васильковского района сейчас находится в больнице. По факту инцидента открыли уголовное производство по статье хулиганства и уверяют, что пистолет у Пашинского был зарегистрирован. На месте пригоди правоохоронцы вылечили две стреляные гильзы. Самое огнепальное оружие зарегистрировано вылечили и направили на экспертизу. И правоохоронцы сейчас открыли криминальное проведение за статьей 296 Криминального кодекса Украины. Это хулиганство. Поранен человек, он житель города Киева, но имеет дом в Киевской области. Почему именно он, нападав на народного депутата, мы еще и так же выясняем. И так же выясняем правоохоронное использование огнепального оружия. Одно из интернет-изданий разыскало жену раненого мужчины. И она, со слов мужа, представила свою версию произошедшего. Утверждает, что Пашинский никаких предупредительных выстрелов не делал, а сразу направил пистолет в грудь ее мужа. И только после этого супруг ударил нардепа бутылкой. После чего Пашинский выстрелил и пуля попала в ногу. О нарушениях со стороны депутата говорят и эксперты. Виталий Колымеец из Украинской ассоциации владельцев оружия пишет, что из изложенной Пашинским версии ясно, что конфликт спровоцировал он сам и, скорее всего, пострадавший человек оборонялся. Аргументы таковы. После удара бутылкой по голове, оказавшись на земле, Пашинский успел перезарядить пистолет и выстрелить в ногу. А значит, по мнению эксперта, у Пашинского было время на эти действия, а следовательно опасность ему уже не грозила. Поэтому необходимости стрелять не было. Снять с Пашинского неприкасаемость и провести объективное расследование требует от Генпрокуратуры депутат Сергей Каплин, но он уже направил обращение в ГПУ. На своей странице в Фейсбуке политик назвал вчерашний инцидент охотой на людей в стиле другого депутата Виктора Лозинского и не верит, что Пашинский оборонялся. Скорее всего, защищались от депутата после того, как он достал пистолет. Поэтому считает Каплин, что следствие должно разобраться, кто от кого защищался. Причем вести расследование должна не полиция, поскольку глава МВД Аваков, однопартидец Пашинского, а именно Генпрокуратура. Мы тоже проведем свое расследование этой истории. Смотрите материалы в завтрашнем выпуске. В Одесской области задержали украинца, который пытался переправить в Молдову револьверы и холодное оружие. Мужчину пограничники подольского отряда засекли накануне вечером при помощи тепловизора недалеко от населенного пункта Осиповка. Он уже находился в 20 метрах от границы. Пересечь кордон хотел в обход официального пункта пропуска. Его задержали. В рюкзаке пограничники обнаружили 27 ножей и один стартовый револьвер. Новогоднего чуда или хотя бы внимания и заботы ждут жители хосписа в одном из отдаленных районов Львовской области. Им порой не хватает самого необходимого. Как живут и о чем мечтают, выясняла Галина Якушко. Город Угнев. Самый маленький в Украине. Здесь живут всего 800 человек. Это здание находится прямо на въезде в населенный пункт. Со стен сыплется штукатурка. Фасад рушится. Тут расположен хоспис. Последнее пристанище для пожилых и в основном неизлечимо больных людей. В палатах старая мебель, койки еще со времен Советского Союза. Анна Дмитриевна попала в хоспис недавно. Всю жизнь проработала учителем биологии. Теперь на пенсии пишет стихи. Никто не сможет отгадать, какая судьба мае его ждать. Еще такой мудрый не народился, чтобы своей судьбой распорядился. В палате у женщины нет даже шкафа. Все вещи хранит под подушкой. Чтобы был шкаф в кутике, чтобы я свои повисила. А вот эти женщины прожили в хосписе не один год. Сколько вам лет? Еще месяц 6 кончается. В палате из мебели только тумбочка, она же обеденный стол. В свободное время пенсионерки читают. Но и с этим проблемы. То очков нет, то новые книги никто не приносит. Я люблю про море читать, про какие-то выпадки. А на ней все романы. Так, так, так. И куляры не треба. О ремонте и новой мебели здесь даже не мечтают. Едва сводят концы с концами на содержание, выделяют ничтожные суммы, рассказывает главврач. Получить дополнительное финансирование почти невозможно. Ну, в бюджет не закладено. На хоспис выделялось гривень, приблизительно гривень 75, ну, ориентированно так. Тобто это на лешко день. То есть, на увазе в цену было включено и медикаментозное обеспечение, и плюс харчевание. Выживает хоспис только благодаря волонтерам. Они привозят продукты и инвалидные кресла. Но обеспечить стариков всем необходимым активисты не в состоянии. Постоянно не хватает пеленок и подгузников для взрослых и моющих средств. Калина Якушко, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. В Днепропетровской области, в Каменском, это бывший Днепродзержинск, в новогоднюю ночь загорелось здание мэрии. На пожаре стало известно в три часа. Огонь охватил кабинет финансового отдела на четвертом, последнем этаже. За полчаса пожар потушили, повреждены стены, двери и оконные рамы в кабинете. Людей в помещении не было, никто не пострадал. Причины пожара еще устанавливают. Пока предварительная версия, фейерверк, попавший в окно кабинета. Самый западный город Украина ЧОП решил избавиться от памятника Ленину, да еще и заработать на декоммунизации несколько сотен тысяч гривен, продав скульптуру на аукционе. Последние два года памятник вождю пролетариата пылится на задворках коммунального предприятия ЧОПа. В 2014-м город накрыла волна ленинопадов. Памятник сначала облили краской, затем повалили. Он не разбился. Коммунальные службы забрали скульптуру и привезли на хранение. Депутаты горсовета решили, зачем добру пропадать, если на нем можно заработать. Статуя из бронзы весит почти 4 тысячи килограммов, но пускать на металлолом ее не хотят. Скульптуру можно продать дороже, минимум на 100 тысяч гривен. Эксперт оценивал скульптуру Ленина в 250 с небольшим тысяч гривен. Но на аукционе, надеемся, заработать больше. Сам металл 150 тысяч где-то варто. Я надеюсь, что масло, которое наложит громаде, еще принесет ей какую-то пользу. Громада на сегодняшний день не пользуется этим маслом, поэтому решили его продавать. Памятник еще не продали, но куда потратить деньги, идеи уже есть. Местные депутаты думают установить новый памятник одному из основателей города. Предложения горожан более практичны. У нас есть молодая футбольная команда в городе, которую так же нужно развивать. В первую очередь для детей. На ремонт клуба, может быть. Там очень много интересного происходило. Было бы неплохо, чтобы у нас в городе был рабочий клуб. Самое первое питание в Чопе вода. Проблема с водой конкретная. В Тисе, как паводок, Чивлатурице, и постоянно вода такая, как кава с молоком. С краном еще. Это самая основная проблема Чопа. Я думаю, варто было бы все кошки на воду. Аукцион по продаже бронзового Ленина планируют провести в январе. В мэрии, говорят, уже поступают звонки от потенциальных покупателей. Заинтересовался даже антиквар из Венгрии. В Будапеште есть музей советских памятников. И Ленин и Щопа может стать одним из экспонатов. Марина Кова, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. А в Соединенных Штатах две главные темы для обсуждения. Кто как отпраздновал и что накануне праздника наговорил Трамп. Вышел он к прессе перед своей новогодней вечеринкой. Ответы знает Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. В Америке не принято встречать Новый год дома. Рождество другое дело. Это семейный праздник. А 31-го все стремятся выйти на главные улицы городов. Собраться за новогодним столом, как у нас, это не для американцев. Все идут в бары и рестораны. А перед 12 часами вслух считают, сколько осталось времени до смены года. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Трамп пообещал во вторник-среду встретиться с руководством разведки и уже потом определить свою позицию в отношении санкций по России. Признался, что Обама звонил ему накануне как раз по этому поводу и обронил странную фразу, которую уже подхватила пресса. Надеюсь, у нас со всеми странами будут прекрасные отношения, включая Россию и Китай. Интервью было коротким. Трамп спешил к гостям. Будни у него начнутся уже с понедельника, когда новый президент вернется в Нью-Йорк. А в этот новогодний вечер он принимал своих гостей. Целых восемь сотен. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко. Телеканал Интер. Если в новогодние праздники выезжать за границу, то обязательно нужно попробовать местные блюда. В Брюссель встречать Новый год приехали тысячи туристов со всего мира. Что они обязательно попробуют, расскажет наш корреспондент. Каждый день центр Брюсселя посещают тысячи туристов. И, наверное, каждый из них попробует бельгийский шоколад, бельгийскую картошку фри и, конечно же, знаменитые брюссельские вафли. Стенды с вафлями в центре Брюсселя напоминают музеи. С шоколадом, сливками и всевозможными фруктами. Возле них фотографируются, их разглядывают и раскупают еще горячими. Здесь, в Брюсселе, не вздумай вспоминать о парижских вкусностях. Еще обидятся. На полках соревнуются вафли по брюссельскому рецепту и льежские. Льежские вафли с сахаром, а в брюссельских сахара нет. Они больше и другой формы. Я люблю льежские вафли больше, как, впрочем, и многие, потому что они слаже. Все любят сахар. Брюссельский шоколад привлекает не только вкусом, но и ценой. За ним едут даже из Парижа, поскольку стоит почти в три раза дешевле, чем во Франции. Именно оттуда и Делфин. За три месяца работы в брюссельском кондитерском магазине она изучила все оттенки вкуса и правила потребления шоколада. Когда ты кусаешь жасминовую конфету, нужно подождать еще минут пять. Сначала ты ощущаешь вкус черного шоколада, а потом во рту появляется жасминовый привкус. Бергамот мой любимый. Он очень легкий и воздушный. Я выбрал эту шоколадку с орехами. Обожаю шоколад. А вот очередь за еще одним обязательным бельгийским блюдом – картофелем фри. Кажется, он здесь не заканчивается никогда. Обычно его едят с майонезом огромными порциями. Именно Бельгия считается родиной картофеля фри. Его нарезают толстыми полосками и дважды обжаривают на смальце. Сначала при низкой температуре и дают полчаса остыть. Затем дожаривают в более горячем жире. Он действительно хорош. Они его прожарили дважды. И еще, кажется, его не морозили перед тем, как жарить. Ну и, конечно же, пиво. Здесь производят его около 900 сортов. Некоторым рецептам 400-500 лет. В прошлом в Бельгии число пивоварий не уступало количеству церквей. Даже в будний день в пабах полно людей, медленно смакующих бельгийский пенный напиток. Зная о любви бельгийцев к пиву и крепкому элю, местные власти перед Новым годом призвали водителей не садиться за руль после возлияния в пивной. Ведь, согласно результатам последних соцопросов, каждый 12-й бельгийц в новогоднюю ночь был намерен сесть за руль авто под шофе. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов. Подробности Брюссельское бюро телеканала Интер. Почему британская королева пропустила новогоднюю службу и какой подарок получили жители Нью-Йорка? Подробности в нашем обзоре. Королева Великобритании пропустила новогоднюю службу впервые за время своего правления. Елизавета II до сих пор не оправилась от перенесенной простуды. На публике она не появлялась уже 12 дней. В церкви-поместье в Сандрингеме присутствовал ее супруг, принц Филипп, герцог Эдинбургский. Он тоже перенес простудное заболевание, но смог посетить службу. Белорусские пограничники беспрепятственно пропустили на запад новый 2017 год, без проверки документов и таможенного досмотра. Этот ритуал они соблюдают уже 9 лет, с тех пор, как в почетные пограничники посвятили Деда Мороза, обитающего у самой западной границы. В усадьбе в Беловежской пущей по традиции он и отдает приказ пограничникам. В Финляндии с 1 января около 2000 безработных будут получать почти 500 евро в месяц. При этом им не нужно будет активно искать работу. Такой социальный эксперимент запустило правительство. Его цель выяснить, смогут ли эти люди трудоустроиться быстрее, чем те, кто получают традиционные пособия. Жители Нью-Йорка получили на Новый год долгожданный подарок. На Манхэттене открыли три новые станции метро. Нью-Йоркская подземка – одна из самых загруженных в мире. Идея разгрузить пассажирский поток, проведя линии под Второй авеню, впервые появилась почти 100 лет назад. Воплотить ее в жизнь помешала Великая депрессия. С открытием новых станций риэлторы ожидают скачка цен на недвижимость. В этом и так недешевом районе. Необычный подарок на Новый год получили три десятка жительниц Алжира. Благотворительная организация устроила для девушек массовую свадьбу. Невесты признались, о замужестве раньше только мечтали. Но из-за дороговизны не могли себе позволить. На свадьбу каждая получила небольшое приданное – бытовую технику, посуду и одежду. Канадская полиция арестовала пилота за пьянство. 37-летний летчик потерял сознание за несколько минут до вылета из аэропорта города Калгари. На борту лайнера находилось 99 пассажиров. На странное поведение пилота обратили внимание другие члены экипажа. Позже выяснилось, что количество алкоголя в крови пилота в три раза превышало допустимую норму. Теперь незадачливого пилота ждет судебное разбирательство. В Новый год без алкоголя. В Запорожье сегодня прошла ежегодная пробежка за здоровый образ жизни. В который раз организаторы акции пытаются доказать и показать, что праздники можно встречать и без спиртных напитков. Здоровый румянец и никакого похмелья. В Запорожье это уже пятая по счету акция, на которую собираются сторонники трезвого образа жизни. На новогодней пробежке собираются люди, которые встречали Новый год без алкоголя. Это нормально, это правильно. И молодежь это поддержит. Мы хотим показать городу, что таких людей много. Если в прошлом году мероприятие поддержали около 40 человек, то в этом на забег собрались вдвое больше участников. Перед пробежкой короткая разминка и слова поддержки. Вы оставили свои дела, оставили дома каких-то родственников, которые бурчали. Ну зачем вы будете идти, холодно, скользко и все такое. Дистанция небольшая, всего пару километров. От бульвара имени Шевченко до главной новогодней елки. Темп, как говорят организаторы, щадящий, чтобы от праздничной колонны не отстал ни стар, ни млад. Среди тех, кто променял сегодня оливье на кроссовки, есть даже служители церкви. Отец Геннадий от пробежки в восторге. У нас священников много хотели принять участие, но сегодня воскресенье, сегодня все на службе, а я сослужил сегодняшнюю литургию, сегодня ночью. Ребята, украинцы, давайте, дух бодр, давайте. Все, кто сегодня бежал, признаются, алкоголь не употребляют, а потому тосты за здоровье произносят без шампанского. За приятное начало 2017 года. Чаек, ничего отличного. По окончанию пробежки традиционное фото на память, о первом трезвом и здоровом дне Нового года. Раз, два, три. Ольга Иванченко, Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье. Ну что ж, на этом все. Больше новостей на нашем сайте, подробностей Юэй. Приятного вечера и увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова